Горячий раунд сирийской развязки. Российская военная полиция и Саала играют на опережение в Манбидже. В то время как в ночь с 25 на 26 декабря практически каждый обозреватель, имеющий доступ к российским и зарубежным военно-новостным источникам, мог порадовать глаз любительскими видеорепортажами, запечатлевшими великолепную огневую работу сирийской батареи зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С-1» по израильским малозаметным тактическим ракетам большой дальности «Дилила». С участка линии соприкосновения в восточной части Мухафаза-Алипа поступили сводки, коренным образом изменившие наши представления о дальнейшем течении сирийской военной кампании и ее итоговой развязки. Так, согласно данным турецкого государственного информационного агентства «Анадолу», ссылающегося на разведывательные структуры ВС Турции, действующие в районе Кабасена, и Анатолийское агентство «Аманбиджи» днем 25 декабря после кратковременной сверки часов с полевым командирами курдских отрядов YPG В направлении населенного пункта Эляримах выдвинулась внушительная колонна САА и 40 пикапов с пехотой, определенного количества основных боевых танков, нескольких бронетранспортеров, а также грузовых автомобилей, под завязку снаряженных осколочно-фугасными и бронебойными танковыми снарядами, турсами и вспомогательным оборудованием. Также в район направились подразделения российской военной полиции. В соответствии с информацией, полученной от компетентных сирийских источников, зашедший в район Эляримах контингент представлен подразделениями элитно-сирийской дивизии СПН силы Тигра, 1-й и 4-й танковых дивизий СААУ, а также немногочисленными отрядами национальных сил обороны Сирии. НДФ Тот факт, что в качестве наиболее многочисленного компонента отправляемой в Эляримах группировки командования сирийской арабской армии выбрала именно высокомотивированные и наиболее тактически подкованные подразделения сил Тигра, свидетельствуют лишь о фундаментальной важности возлагаемых на нее задач. И это совершенно неудивительно, ведь, по данным тактической онлайн-карты К вечеру 26 декабря окрестности Монбеджа покинули практически все подразделения СОС США, ранее патрулировавшие восточные и северные подступы к городу, оставив курские отряды народной самообороны YPG, а также северо-западный регион Рожавы на растерзание в десятки раз численно превосходящим формированием боевиков FSA и подразделением регулярной турецкой армии. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что одной из главных целей согласованного с Анкарой вывода американского контингента из Монбеджа является попытка расшатывания боевой устойчивости правительственных сил Сирии за счет боестолкновений между бригадами САА и протурецкими боевиками FSA, схлестнувшимися за контроль над Монбеджами прилегающими территориями, лишенными штатовской протекции. На сегодняшний день подобная хитрая дорожная карта, оговоренная между оборонными и внешнеполитическими ведомствами Турции и США, является достаточно выгодным решением для обеих сторон. В частности, перемещение наиболее мощного штурмового кулака сирийской армии на Монбеджское операционное направление непременно повлечет за собой ослабление оборонительных возможностей укрепрайонов СААУ, расположенных на Едлибском фронте, а также в районе Хушамского кармана, известного весьма высокоинтенсивными боестолкновениями правительственных сил Сириан. Как следствие, у многочисленных едлибских военизированных группировок Хаят-Тахри-Раш-Шам, Исламская партия Туркестана, Народный фронт Освобождения и Т.Д, поддерживаемых турецкой артиллерией, появится масса тактических лазеек для прорыва первой линии обороны СААУ на линии соприкосновения Эдлибского гадюшника и продвижения в восточном направлении с захватом Алипа, Телерана, С-Сафираха и Дирхафера. Аналогичного типа лазейки выхода на западный берег Кефрата появится и у поддерживаемых американской артиллерии отрядов СТФ в центральной части сирийского Курдистана, в районе Хушама и Дир-Эс-Зора. Из этих районов ржавы, изобилующих нефтяными полями, подразделения КМП и СОС США уходить явно не планируют. Что же касается дополнительной оперативной стратегической выгоды Вашингтона от слива Монбиджа туркам, то она, несомненно, имеется и заключается в ответном предоставлении Анкары полной свободы действий корабельным ударным группировкам 6-го флота ВМС США в акватории Черного моря в обход конвенции Монтрео, что является для Вашингтона настоящим новогодним подарком в преддверии грядущих провокаций МСУ близ Керченского пролива. Данные моменты мы обсуждали в наших предыдущих работах. За благовременное введение в район Курдского Монбиджа не только элитных подразделений сирийской армии, но и российской военной полиции является крайне мудрым совместным решением нашего генштаба и командования ВС Сирии, поскольку турецкое военное командование, а также курируемые им ребелы вряд ли решатся вступать в вооруженное противостояние с российскими военнослужащими, способное спровоцировать широкомасштабный турецко-российский конфликт. Вывод. Уже сегодня есть все основания полагать, что нынешний бросок САА в западный регион сирийского Курдистана позволит Москве и Дамаску взойти на новую ступень восстановления сирийского суверенитета над ранее утраченными северными участками русла реки Ефрат. Более того, будет полностью исключено позорное повторение афринского сценария, когда в надежде на вывод террористических военизированных формирований язык либо под контроль протурецких головорезов был передан курдский кантон Африн. Источники информации. Субтитры создавал DimaTorzok